Творческий женский врач и акушерка Магнитогорского центра охрана материнства и детства покорила коллег своим голосом. Если на приеме за работой Александре Авдошиной не допесен, то вот на новогоднем празднике ее вокал стал прекрасным музыкальным подарком. Почти две сотни карт в каждой или история появления на свет малыша или ход лечения болезни. Не потеряться в именах и назначениях, помочь врачу на приеме пациенток с беременностью или гинекологическими патологиями. Это в назывном порядке перечисление обязанностей акушерки в женской консультации. На самом деле работы куда больше, но Александра Авдошина ее не боится. Почему-то я с самого детства думала, что пойду в медицину, так как у меня мама медицинский работник, бабушка тоже акушерка и пошла по их стопам, так сказать. Старшего поколения семьи Александры может ей гордиться в центре охраны материнства и детства. Она одна из лучших среди персонала среднего медицинского звена. В руководстве женской консультации Александру называют не иначе, как талантливой молодежью. Саша пришла к нам меньше двух лет назад. За этот короткий промежуток времени она у нас успела побывать с бойцом на передовой. Это акушерский стационар. Работает год в процедурке и сейчас Саша работает участковой акушеркой. Участок, на котором работает Саша, очень большой и ответственный. Они наблюдают более 170 человек по беременности плюс гинекологические женщины. И самое главное, что для каждого у Саши находится и терпение, и не просто минутка, а побольше. Всегда есть улыбка. Находит Александра время и на хобби. Она пишет стихи и поет. А потому, конечно, кому как не ей могла достаться роль Снегурочки на новогоднем празднике. Ёлку по традиции организовали своими силами персонал женской консультации для своих же детей и себя. Потому что никто не слишком взрослый, чтобы по-настоящему радоваться появлению Деда Мороза и его внучки. А вот и музыкальный подарок от них. Если можешь помочь, помоги. Если можешь согреться, отогрей. Если можешь сберечь, сбереги. Среди тысячи дней и ночей. В роли Деда Мороза выступает супруг Александры Аркадий Авдошин, работник металлургического комбината, который творчески и не только начинание своей жены поддерживает. И, как положено, настоящему волшебнику с пустыми руками к детям не приходит. Создав себе прекрасное настроение, коллектив женской консультации готов и дальше уже в новом году помогать и согревать своих пациентов, как этого просила от них Снегурочка. Надежда Кинаш, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.